Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет все о филадендроне golden или как его еще называют фан-бан. Красивое очень растение с такими декоративными листьями, просто темно-зелеными, жесткими, блестящими. Любой интерьер просто украсит своей зеленью. У меня было видео на канале, когда я ездила за ним в садовый центр, его покупала. И вот сегодня настал день, нужно его пересадить, так как у него корни уже полезли все из горшка, в котором он сидит. И причем он у меня за короткое время уже выросло два новых листочка. Это вот один листик такой вот развивается. И вот второй листик совсем молоденький еще. И вот я думаю, что вот здесь вот тоже будет листик. То есть я могу сказать сразу, я заметила растение неприхотливое, солнце ему не требуется, ну любит светлое место и даже выносит тень. Ну тень такую, что не совсем отнаки темное место, что засунут его нет. Ну как бы тень невыносливая, то есть где-то в растениях, допустим, да, стоит. Ну солнце вот на него может вечером где-то попадает и все немножко. Хочу конечно сказать своей подписчице из Израиля, Джулия, спасибо большое, что вы меня сподвигли, чтобы я его поехала и купила. Конечно же я его присматривала уже давно. И вот такое растение, конечно, я в продаже первый раз увидела вообще, что он такой большой, как бы и цена у него в принципе такая хорошая была для такого растения. Вот в общем я довольна этим своим филом. Очень, очень я его полюбила. И он у меня как бы вроде хорошо адаптировался. В общем, по этому растению очень мало информации. Я уже перевернула весь интернет. Вообще вот практически, знаете, так скудно, так мало написано. Потому что я так понимаю, что это еще такой как бы мало распространенный бит филадендрона. Может быть у нас в России. Ну, в общем, я где-то там помаленьку, там помаленьку. В общем, нашла информацию, все вместе сложила и вам сейчас все расскажу, что я заметила и как, думаю, лучше ухаживать за этим растением. Филадендрон в переводе любящий дерево. В природе он любит расти на деревьях. Поэтому он очень схож с монстера. У него также имеются воздушные корни, как и у монстеры. То есть он вначале начинает расти на дереве, да, допустим. И корнями потом уходит в грунт. А может и из почвы расти и забираться потом воздушными корнями по дереву. Этот сорт филадендрона, также как и все остальные, любит, конечно, влажную среду. Любит опрыскивание из мелкого поляризатора или просто протирание листьев сверху. Этот сорт, чем еще красив, у него очень блестящие глянцевые листья. Они даже не требуют никакой полировки. Они сами, понимаете, вот такие блестящие. Я говорю, они украсят любой дом, любой офис и любую оранжерею своими листьями. Похожи листьями? А это шифлера. И вот этот филадендрон голуби, его еще называют шифлером, потому что у него листья схожи с шифлером. Приступим к пересадке, то есть составлению грунта. Во-первых, я там готовила ему вот такой горшок. Вот он такой на колесиках. Ну так как он уже в таком здесь большом ковшочке, я обязательно сделала дырочку. То есть я все равно, вот хоть у него вот такая вот там есть, как бы, да, вот видела, чтобы влага-то уходила. Но я все равно хочу, что если вдруг перелью, чтобы она все равно ушла. Водичка. Вот такая шифлочка. То есть здесь даже дренаж теперь и не стоит насыпать. Ну, можно немножко и насыпать. Прям вот ничего не будет. Я насыплю немножко дренажа туда сверху. Все, конечно, готовят по-своему грунт, а я буду свой рецепт, в общем-то. Здесь понадобится грунт обычный, универсальный. И вот такая вот кора мелкая. Все это я сейчас смешаю и приготовлю для него такой вот рыхлый грунт. Добавлю грунт универсальный. И высыплю вот эту вот мелкую кору. Отличная вообще кора. Очень такого мелкого помола. Видите? Как раз то, что нужно. В общем, он подумает, что на дереве сидит. И хочу вам сказать, я у него удаляла листья, был такой желтый, нижний. Я его когда срезала, и вот этот срез имел аромат такой, знаете, сосновый. Вот так же, как шифлеру срезаешь, у него тоже вот есть такой же сосновый, напоминает аромат. Это очень даже хорошо. Значит, он чистит воздух так же. Очень полезно держать его в помещении. И вот такой вот грунтик. Здесь вот я там открыла грунт для орхидеи, у меня был. И вот здесь тоже уголь. Я уголь тоже добавлю. Отлично. Хороший такой грунт получается. Можно еще добавить коршок большой. И сейчас я буду это все добавлять в почву. Пересадка, конечно же, перебалкой. Как и все растения. Тем более, сейчас я его вытащу, я думаю, что у него там одни-то корни. Меня многие спрашивают в комментариях, как лучше пересаживать растения. Всегда лучше, конечно, перевалкой. Это меньше травмируется корневая система у растения. Но, конечно, если там смотришь же и по корешкам, если растение не болеет, ничего, корешочки обрезать не нужно, то, конечно, перевалкой. Ну вот, грунт получается очень хороший. Я высыплю еще полностью сюда весь уголь. Это у меня коршок где-то на 25-30 литров. И вот сюда же, в эту смесь, хочу добавить перлита. Ну, перлит нужно очень аккуратненько вот так вот сыпать, чтобы пыль... Пыль это очень вредно, и дышать ей не нужно. Ну, потихонечку вот так вот. Ну, он не помешает перлит. Тоже разрыхлитель. Натурального происхождения. Растениям только на пользу идет. Ну, вот я приготовила, на дно положила керамзик немножко, я все-таки все равно ложу. Хоть там и дренажное вот это есть сама. Сейчас я немножко набросаю туда грунта. Отличный, отличный рыхлый грунт получил все. То, что нужно. Видите, какой. Думаю, Филу понравится очень. Еще немножечко, чуть-чуть совсем. Потому что я просмотрю по нему, по растению, потому что корневую шейку не нужно углублять в грунт. Потому что все должно быть сверху, как он сейчас растет. И сейчас очень аккуратно нужно извлечь его из горшка. Но мне, конечно, одно не справится. Мне будет помогать оператор. Жалко, конечно, горшочек. Он такой прям тверденький был. Ну, не могли вытащить, потому что, посмотрите, у него все. Он корнями распер этот горшок. Корни вообще толстые такие. Знаете, похоже даже на орхидеи вот эти вот прямо. Если его перевернуть, смотрите. Ну, корешочки все хорошие. Все хорошие. Сейчас ему на новом месте вообще будет шикарно просто. Сейчас я его померю. И вот сейчас. О, отлично. Отлично. Даже можно земельки чуть-чуть убрать будет. Раздвинуть. Так. 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 Да, вот так вообще хорошо. Как раз вот это место не нужно, я уже говорила, чтобы углублять. Тоже очень рыхлый грунт, в котором он находится. А тут и грунта-то нет. Одни корни, честно говоря. Ну, горшок ему прям вообще хорошо. Прям вообще хорошо. Размер. Ну, корневая, конечно, у него очень большая. Прям очень большая. Если он такими темпами расти будет, то я не знаю, куда его вообще садим. И хочу ему вот так вот еще мох разложить по горшочкам. С поливом нужно быть аккуратным. С поливом нужно быть аккуратным. Он вообще не переносит перелива. То есть нужно все по мере пересыхания грунта наполовину практически. А то и полностью. Ну, полностью не надо, конечно. Вот лучше его, знаете, как бы между поливами, допустим, да? Как бы вроде как бы там еще терпит, да, полив. А можно вот сфагнуть, здесь вот сверху побрызгать. И вот эта влажность ему будет достаточно. Переливать ни в коем случае нельзя. Пересадила своего я красавца. Думаю, ему будет хорошо в этом новом кашпо. Да с таким грунтом он у меня еще будет шикарней. Сегодня была в этом магазине, где его покупала. Ездили с подругой. И она забрала тот, который, взгляд, еще оставался один. Она у меня была в гостях. Ей очень понравился. И она тоже сегодня съездила и купила. Так что у нас больше там нет таких. Ну, подведем немножко итог. В общем, солнце ему не нужно. Он выносит полутень. С поливом нужно быть аккуратно. Его не переливать. И удобрять я его буду так же, как и все свои растения, удобрением фертикой. Ну, вот весеннее, векий период. Зимой я удобрять не буду. И так же протирать и опрыскивать листья. И все. А так он неприхотливый. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok